Началом увлекательного зрелища стало традиционное взвешивание спортсменов. Оно прошло прямо на берегу моря, вызвало неподдельный интерес у отдыхающих. Спортсменов такого уровня увидеть вживую удается не всем. Особое внимание было приковано к двум бойцам, россиянину Вячеславу Василевскому и бразильцу Майкелю Фалькау. В 2012 году наш спортсмен уже встречался с Фалькау на турнире «Беллатор» и потерпел поражение. Но на платформе С-70 у него появился шанс на реванш. Собственно, этот бой стал основной темой пресс-конференции, которая прошла сразу же после взвешивания. Первым поприветствовал спортсменов и гостей глава Сочи Анатолий Пахомов, который отметил, этот турнир каждый год стимулирует жителей курорта к занятиям спортом. Тот человек, который займется спортом, он уже становится счастливым человеком, потому что у него есть убеждение, потому что у него есть сила воли, потому что он уже с этого пути не свернет. И к этому мы стремимся. Город Сочи и власти города Сочи стремятся к тому, чтобы каждый горожанин наш был счастлив. Сами же соперники к бою были настроены решительно. Этот бой будет матчем-реваншем. И в 2016 году я проиграл Майкелю в Америке. И, как я считаю, это была моя ошибка. И поэтому завтра я приложу все усилия для того, чтобы ее исправить и обязательно победить. Я могу сказать, что два года назад я одержал победу. И завтра я выиграю так же. Я дрался с лучшими бойцами мира. Дрался на UFC, на Беллатор. Я всегда готов к бою. Уже вечером состоялось 10 зрелищных и непредсказуемых боев. Российская сборная сражалась со сборной континента. Гостями спортивного вечера стал президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Армении Серж Саргсян. Бои действительно удивили зрелищностью. Российские спортсмены не оставили соперникам из Европы, Америки и Азии ни шанса на победу, выиграв 9 боев из 10. Кульминацией вечера стал бой Вячеслава Василевского и Майкеля Фалькао. Россияния надержал уверенную победу в первом раунде и стал трехкратным чемпионом мира по боевому самбо. Стать участником спортивного вечера мог каждый желающий. По инициативе руководства города бесплатная фан-зона платформы С-70 развернулась в летнем театре парка имени Фрунзе. Поболеть за своих пришло много жителей, гостей курорта. Люди не скрывали свои эмоции. В следующем году Сочинское побережье снова встретят лучших бойцов со всей России и мира на шестом турнире платформы С-70. Игорь Кырпа, Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, Борис Осин, телекомпания ФКТ.